Привет, привет. Ролик начался, добрый день, добрый вечер. Привет, привет. Я всех участников нашего марафона, особенно еще участников нашей школы «Человек будущего хомофутурус», приветствую. Хотел бы какие-то имена назвать и под восторгаться ими, друзьями, которые там Александр Казанцев и другие. И я в следующий раз буду говорить, там такие мощные ребята, такие мощные девочки, которые так поднимают школу, потому что они понимают, о чем идет речь. А там некоторые новички, которые не в курсе, я хочу их посвятить в это. Что метод саморегуляции ключ. Конечно, то, что мы показываем, вчера показывали сканирование вот этого упражнения, когда мы начинали, да, встать. Это элемент. На самом деле там несколько элементов базовых. Там есть элементы. Идеорефлекторный прием. Это приемы, которые образ представил, какого-то действия, и оно начинает происходить. Например, я представил, что палец идет, и палец пошел. Идея вызывает рефлекс. В этот момент, оказывается, происходит так называемый квантовый переход. Я перехожу в такое трансгенное состояние, когда мне все как бы отдаляется, все, что меня мучило, вся душевная боль, и даже болевые ощущения уменьшаются, и голова перестает болеть, и голова просняется, и появляется такое хорошее настроение. Квантовый переход. Ну, вообще-то это триггерный переход. Это так просто говорят квантовый. Имеется в виду быстрый переход, другое качественное, благотворное, прекрасное состояние свободного сознания. Ну, которое бывает у человека в любимом деле, когда он занимается любимым делом и так далее, да? Так вот. Идеорефлекторный прием, который у меня там в методе называется палец Хаджи Мурада, например, смотришь на пальчик и воображаешь, что он начинает автоматически двигаться. И вот у меня уже пошел. У меня уже пошел. У меня уже это один из приемов. А вчера мы показывали сканирование. Вот Наташа показывала. Вот Наташа пришла. Наташа, пожалуйста, еще раз напомним сканирование, как мы начинали делать с головы, с головы, потом с плеч. А как ты делал плечами? Ты как вчера плечами делал? Ну... Да, да, да. То есть подключаешь вот так по полминутки, идешь по разным уровням тела. Я попробовала делать плавательные, но это слишком широко для меня. Я не подошла, а это... Потом... Да, то есть сначала мы на уровне головы, потом на уровне плеча любые повторяемые движения. Потом на уровне бедра любые повторяемые, потом на уровне колен любые повторяемые движения, которые вам удобны, вам приятны по зеленой зоне, то есть по зоне комфортности. а потом на уровне долина стопа. Да-да-да-да. Можно подключать при этом дополнительные топтации, вот что вам хочется. Потом мы делаем ключевой стресс-тест. Вот как палец, мы представляли, палец пошел, пошел, пошел. А здесь так, представил, что руки пошли, руки пошли, пошли, пошли. Тело начинает слегка покачиваться, отпускаем себя на это покачивание, и при этом все, думаем, о чем мы думаем, переживаем, слезы идут, плачьте, улыбаться хочется, улыбайтесь, потому что здесь как раз таки что происходит. Смотрите, Наташенька, вот пошла-пошла-пошла, сейчас она к полету будет готова. А ты можешь немножечко показать картину, я специально поставил, которая называется «Чай не кипит». Посмотрите, если у вас накопилось, накопилось, то вот эти упражнения, сканирование, потом ключевой стресс-тест, идеомоторный прием палец Хаджимурада, выпускает этот пар. Как из чайника, видите горлышко? Все, что накопилось, пар выпускается, и вода успокаивается, да? Да. Чтобы понятно было, о чем я говорю. Я же картинами своими, которые решу и буду демонстрировать, потому что у некоторых людей у нас зрительное восприятие лучше запоминается. Вот вы будете делать эти упражнения, сканирование, потом вы будете делать ключевой стресс-тест в любом порядке, запомните, в любом порядке, который вам подходит, потому что я сейчас буду обучать принципу обучения не только на основе повторения, как в обычной школе, а на основе принципа подбора путем перебора по этой зеленой зоне, чтобы шли к своей внутренней свободе. Подбирайте то, что вам легче, в той последовательности, как вам нравится, и вы заметите, что когда вы делаете только то, что получается, и отбрасываете то, что не получается, у вас начинает получаться и то, что раньше не получалось. Запомните это. Принцип подбора путем перебора по критерию максимальной легкости. Ищите, как вам легче. И тогда у вас чай. Кипел чайник. Кипел, бурлило, все вот так было, все так было, и пар вышел, и вы успокаиваетесь. Да-да-да. И становитесь вот таким, как в детстве. Вот моя картина «Размечтался», вот летел и лежал я там на зеленой травке, смотрел, как облака плывут, и мечтал, что главное вырасти. Вот-вот-вот, размечтался. Одновременно на диване, одновременно вспоминать, как в детстве мечтал. И вы вспоминаете, как вы в детстве мечтали. Вот-вот, а теперь принцип подбора путем перебора по критерию максимальной комфортности, максимальной свободы. Это необычное правило обучения. Это правило «делай что легче». «делай что легче». «Делай что легче». Это для восстановления, для восстановления. Для того, чтобы ты сил накопил, и там жизни мог делать, то, что тебе трудно, чтобы у тебя больше сил было. Вот-вот-вот. Теперь слушайте дальше. У нас есть там несколько приемов. Хлест руками по спине. Покажи, Наташа. Это Наташа у меня как учебный экспонат. Она не обижается на мои шутки. Чуть подальше, если можно, вблизи картинки. Каждый делает так, как ему удобно. Да, и в этот момент вектор внимания в этом элементе синхрогимнастики не на качество выполняемого упражнения. А именно думайте, о чем думается. Переживайте, о чем переживается. И тогда это происходит. Элемент разгрузки. Фара выходит лишняя. Если я, допустим, готовлюсь куда-то, меня волнует что-то. Я в этот момент делаю вот так. И думаю об этом, что меня волнует. И через полную минуту я чувствую, что я расосвободился. И я думаю о том, что меня волновало, уже гораздо увереннее. Усиливаем ситуацию. Что? Усиливаем. Усиливаем ситуацию. Ситуацию сделал для себя позитивную. Негативную перевел в позитивную. Теперь даже, допустим, это экзамен или встреча с недругом. Мало ли чего. Мало ли чего. А мне нужны силы. Да, и я вот переживаю, переживаю. Я выпускаю пар. Как чайник тут я показывал. На фоне вот этого. И вдруг я замечаю. И ты тоже замечаешь. Что в этот момент, когда ты переживаешь перед этой неприятной встречей. Вдруг ты замечаешь, что у тебя все улежалось. Улеглось. Волны шторма стихли. Волны шторма стихли. Снизился градус нервного напряжения. Мы в следующий раз будем говорить о градуснике напряжения от 10 до 0. От шторма до штиля. И ты вдруг успокоился. И я вдруг думаю, да, встреча с неприятелем таким состоится, да. Но у меня уже другое отношение к ситуации. Потому что этот квантовый переход произошел. Это точка роста идет, да? Правильно? Точка роста идет, конечно. Слушай, все это поймут. Потому что, потому что вот этот хлест руками по спине. Когда ты думаешь о том, что тебя волнует. То есть вектор внимания в элементах, ключах. Не на качестве выполнения упражнения. А на том, что тебя волнует. Вот это важно. Это принципиально важно. Потому что, когда ты делаешь упражнения, думаешь о том, как их правильно делать или неправильно делать. У тебя меньше согласованности между умом и телом. А когда ты в этот момент даже делаешь любую физкультуру. Любую физкультуру. Чисто механическую. Но думаешь о том, что тебя волнует. Это даже механическая физкультура начинает тебе помогать решить те вопросы, которые тебя волнуют. Я понятно говорю? Да. Вот. Поэтому там есть элемент хлест руками по спине. Тут одновременно верхушки легких сходятся, расходятся. И шейно-грудной отдел раскрепощается. И одновременно ты синхронизируешься. И успокаиваешься. И становишься уверенным. Потом у нас есть там упражнение шалтай-болтай. Когда ты продолжаешь думать о чем думается. И делаешь как делается. Потом у нас есть упражнение. Лыжник. Бросаешь руки. Раз. Пятки поднимаешь. Раз. Пятки поднимаешь. Раз. Пятки поднимаешь. А другому больше подходит. Подбирай, что тебе подходит. Принцип подбора путем перебора по критерию индивидуального соответствия. То есть по степени максимальной комфортности. А может быть кто-то хочет ехать и поднимаешься. Да, да, да. И немножко согнувшись. Согнувшись. У меня одна дама. Я когда ей предложил сделать так. Она начала делать вот так. Она говорит. Слушай, ты кайф попала. А я говорю. А кем вы вообще являетесь? Она говорит. Я же лыжница. Она поэтому оказывается лыжница является. Потому что ей это упражнение в жизни подходит. Она даже не обращала внимания. Почему она профессионально выбрала лыжный спорт. Потому что когда она там совпадала с этим действием. Она как получала? Родный процесс. Да. Мы потом еще объясним. Как нам подбирать каждому. Каждому. Чтобы каждый участник подбирал себе по своим талантам упражнения. Да. А чтобы сразу как чайник выпускал пар. Успокаивался. И был уверенным. И решал свои вопросы эффективнее. А еще какое упражнение? Вис назад. Покажи пожалуйста. Вис назад. Это внимание. Моделирование. Условия напряжения. Внутри которых. Вы учитесь расслабиться. У меня уже тяжело стало висеть. Вот это напряженное состояние. Она снимает теперь внутри напряженные позы. Повторяемыми движениями. А как я впервые в науке психофизиологии. Много лет назад объявил. Что повторяемые движения. Снимают напряжение. Да, 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 да. А теперь это все уже знают. Довольно знают. И вперед. Да. А теперь расслабляешься. Да. Мы в следующий раз еще покажем более конкретно. Но просто они все могут. Наташенька, спасибо тебе большое. Все могут посмотреть. В школе. В фейсбуке. Там на стене? Или где-то? У нас в школе ВКонтакте есть это видео. В школе ВКонтакте есть это видео. На стене, по-моему. Мы можем в чат эту ссылку. Да, пожалуйста. Школы. Там пускай все посмотрят. Классическая синхрогимнастика. Классическая синхрогимнастика. Из этих упражнений. Хлёв, свыжник и так далее. Классическая. Наташа даст ссылку. Пожалуйста, всем, кто не в курсе, посмотрят. И когда они будут каждый день, как мы договорились, 21 день марафона, выбирая оттуда упражнения, которые мы вчера показали, добавят еще следующие, по принципу подбора, путем перебора, по критерию максимального индивидуального соответствия, по степени комфортности, то они заметят, 5 минут в день будут делать эти упражнения, выбирая туда те, которые им больше подходят. Каждому. Каждому, который лучше подходит. А после этого, первые дни, если возникает желание подремать, подремать. А чтобы понять, хочешь ты дремать в этот момент или нет. Ну, ты сделал упражнение, сканирование, хлёст добавил, полетал, как космонавт, представляя себя в невесомости. Потом сел. Сделал взгляд рассеянный. Рассеянный. И задумался, как мечтатель. Задумался. И вдруг ты почувствовал. Да, хочется тебе так сидеть. Значит, нервные клетки, нейроны, нейросетей мозга требуют запаса, добавить запасы питательных веществ. Это мощное восстановление. То есть, если после пяти минут там сканирование, хлёст там, космонавт, если потом ты сел, это называется стадия после действия, сделал взгляд рассеянный, и так посидел. Рассеянный взгляд, это ты не бегаешь глазами. Ты просто посидел, задумался о своем, задумался, и вдруг чувствуешь, да, тебе хочется так еще посидеть. Или спать хочется. Значит, ты истощен. Значит, тебе надо выполнить требования организма, которые появляются в момент стадии посидействия. Ведь в стадии посидействия, поэтому у нас методиключен, момент истины. Ты оторвался от суеты, сделал упражнение для этого отрыва, сел, успокоился и почувствовал, чего ты хочешь на самом деле в данный момент. Для того, чтобы ты был сильный. Кто-то хочет выплакаться, выплачься. Кто-то хочет улыбаться, улыбайся. А если хочешь идти дрова колоть, иди дрова колей. Но чтобы понять, что ты на самом деле хочешь, надо одно-две минутки просто отдохнуть. Как после сделанной работы. И ты поймешь, что такое стадия посидействия. Кому-то хочется спать, кому-то хочется дрова колоть, делайте то, что организм подсказывает. И не перепутайте одно с другим. Понятно, да? Да. Все. До следующего раза. Всем спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. И мы будем чувствовать себя более выравновешенными и в любой момент готовым и к рекордам, и к шедеврам. И будете любить мои картины тоже, потому что в них глубинный смысл, что каждый из нас должен быть естественным, что каждый из нас на самом деле хороший, что каждый из нас естественно способен к идеалам, к мечтаниям, к улучшениям себя и мира. Привет. До свидания.